Всем привет, это WorldKRSD. Этот видео урок создан специально для сайта videotuts.ru И в этом видео уроке я покажу вам, как создать хаш-эффект в мобильке Counter-Strike. Итак, запускаем хлое. Здесь пишем demoedit. Для чего нужна эта команда, я объясню позже. Здесь указываем разрешение, с которым запустится наш АКС. Здесь можно выбрать режим запуска АКС, то есть полноэкранный или неполноэкранный. Мы выберем неполноэкранный. Здесь мы выбираем hl.exe из той папки, куда установлены наши хлое. Жмем start game. Вот хлое запустилась, теперь в консоли пишем vfdemo и название демки. Ждем пока демка запустится. Вот демка запустилась. Устанавливаем, пускай пока грузится. Сейчас я покажу вам команды, которые нам нужны. Первая команда это mirvmovie.fps. В этой команде мы указываем количество скриншотов, записываемых в одну секунду. Так, по стандарту стоит 30, но мы поставим 90. Следующая команда это mirvmovie.file.name. В этой команде мы указываем путь к папке, в которой будут сохраняться наши скриншоты. Эта папка должна быть заранее создана, иначе у вас ничего не выйдет. Так, у меня эта папка лежит на диске D. Называется она screen. И у меня лежит еще одна папка, это папка 3. Вот. Теперь указываем название наших скриншотов. Пускай они будут называться... Жмем enter. Жмем enter. Так, следующая команда это mirvmovie.fps... Ой, mirvmovie.sprintstream. При значении 3 будут вписаться два потока. Это поток entity, в который будут записываться модельки игроков и моделька оружия и руки. А в поток world будут вписаться остальные карты будут записываться. Следующая команда это mirvmovie.separate.hud. Эта команда предназначена для того, чтобы записывать отдельно HUD в отдельном потоке. При значении 1 будут вписаться два потока HUDа. Это HUD альфа и HUD колор. Но нам HUD вообще не нужен, поэтому мы поставим двоечку. При значении 2 будут вписаться только HUD колор. Следующая команда это mirvmovie.swapdoors. Эта команда позволит нам записывать жилищные мелкие детальки, находящиеся на карте, в поток entity. Следующая команда это mirvmovie.setcolor. В этой команде мы указываем цвет фона, на котором будет записываться наш поток entity. При значении 0.255.0 будет записываться наш поток entity на зеленом фоне. При значении 250.0.0 это будет красный фон. При значении 0.0.255 будет синий фон. Следующая команда самая важная это mirv.fx.lightmap. У кого вот такая же фигня происходит при этой команде, это из-за того, что у вас стоят детализированные текстуры. Для того, чтобы их отключить, нужно в консоли набрать R. Детал текстуры 0. Все, наша карта стала монотонной. Также еще у команды mirv.fx.lightmap есть значение 2. При этом значении все места на карте становятся, ну все темные места становятся светлыми. Вот, но это нам не надо. Так что вернем обратно единичку. Следующая команда это mirv.movie.export.sound. Эта команда позволяет нам записывать звук из CS. Вот, он будет сохраняться в ту же папку, куда вы сохраняете скриншоты. Также есть команда mirv.export.commotion. При этой... Ну, эта команда позволяет нам записывать камеру, которую впоследствии можно открыть в каком-нибудь 3D редакторе. То есть там 3D Max. И синий 4D. Вот. Так. Вот, в общем-то и все. Теперь мы пишем консоли плеер. Вот, и переходим, закрываем консоль и смотрим на демо плеер. У нас появились 3 новых окошечка. Первое окошечко это мастер, второе ивент и сейв. Открываем окошко ивент и смотрим. Здесь вся наша демка, из чего она состоит. Вот. Ивенты, то есть, ну это момент, как бы... Как сказать, вся игра, вот, состоит... Вся демка, наверное, состоит из ивентов и статусов. Вот. Месседжи это сообщения, то есть, ну, которые вылезают на экране. Вот здесь, вот, например, вот здесь в этом углу вылезает. Это сообщение. А по центру экрана вылезает вот это сообщение. Для того, чтобы от них избавиться, нужно щелкнуть по этому сообщению и нажать ремои. Все, наше сообщение удалено из демки. Также его можно добавить самому. Это... Вы переходите, нажмете на окошечко Add. И здесь выбираете Message. Здесь прописываете ваше сообщение. Пишите, пишите, что угодно. Вот. Здесь указываете Color. Еще что-то. Но я, в принципе, в этом не яйца разбираюсь. Мне это не надо. Вот. Ну, также здесь еще можно добавить камеру. Которая будет автоматически следить за игроком. Campage. То есть, точка для камеры, по которой она будет летать. Вот. Ну, не в этом суть. Так, переходим на наш момент. Для того, чтобы перейти на наш момент, нужно выбрать ивент или статус. И нажать Go To. Снем пока перейдет. Вот. Теперь выберем нужного нам игрока. И еще я забыл вам показать два бинда, которые нам понадобятся. Это первый бинд, это Mirf Record Movie Start. Его мы забиндим на F1. И второй бинд, это Mirf Record Stop. Его мы забиндим на F2. Эти бинды нам понадобятся для того, чтобы начать запись скриншотов и закончить ее. Вот. Приступим к записи. Запускаем демку. И жмем F1. Ну, пожалуй, хватит нам столько скриншотов. Вот. Теперь закрываем KS. Вот. И переходим в Adobe After Effects. Создаем композицию с такими данными. И экспортируем сюда наши скриншоты. Жмем Ctrl-I. Экспортируем, вернее, скриншоты. Идем мы в компьютер. И в папку, куда вы их записывали. Вот. Для того, чтобы открыть их как секвенцию кадров, мы ставим здесь галочку. И все скриншоты с таким названием откроются как секвенция кадров. И открываем поток World. Все. Вот, кстати, звук, который вы записывали с помощью команды MIRV. Мой экспорт-саунд. Теперь кидаем все наши секвенции на таймлайн. Можно переименовать. Теперь мы растягиваем их по размеру нашей композиции. Выделяем их. Теперь нам нужно избавиться от этого зеленого фона. Для этого мы на поток Entity кидаем эффект GameColorKey. Наш зеленый фон копал. Теперь создаем Solid любого цвета, который вам хочется, чтобы окрасились ваши текстуры. Но у меня это будет оранжевый Solid. Теперь мы кидаем его между нашими слоями. И ставим здесь мультиплей. А вот наши текстуры окрасились в оранжевый цвет. Теперь мы сделаем нашу руку и модельки игроков, и вот эти ящики. Монотонными, то есть одноцветными. Для этого мы на поток Entity кидаем эффект Gradient Fill. И ставим здесь зеленый, ой, зеленый, белый цвет. Для того, чтобы добавить нашему потоку Entity свечение, кинем сюда эффект Stylize Glow. И поставим вот здесь вот двоечку. Ну вот, теперь выделяем все наши слои. И жмем Ctrl Shift C. Здесь пишем Hush. Для того, чтобы сделать нашу картинку более насыщенной, мы кидаем на нее эффект Color Correction Curvus. И настраиваем. Настроить вы можете ее, как вам хочется, не обязательно, как у меня здесь. Вот. Ну вот, в общем-то, и все. Всем спасибо. Всем пока. Заходите на сайт videotuts.ru и юзайте программу Top After Effects. Это был World KRSDR.